всем привет с вами никитин алексей в этом уроке мы продолжим знакомиться с элементом пользовательского интерфейса слайдер и давайте в этом уроке мы напишем скрипт который будет очень похож на тот который мы писали для toggle когда мы выбирали какой-то пункт нажимали go и нам в консоль выводило что мы выбрали тот или иной пункт для слайдер мы сделаем примерно то же самое мы сделаем всего три значения которые может принимать наш слайдер 1 2 и 3 и дальше когда мы будем нажимать на кнопку go то в консоль у нас будет выводиться значение какое мы выбрали 1 2 или 3 так но первое для того чтобы у нас было всего три значения давайте минимальное значение в слайдере выберем один максимальное выберем 3 и поставил здесь галочку только целые числа и теперь вы видите сейчас я запущу вы видите то что я могу выбирать только целое значение 1 2 или 3 так идем далее давайте так же как и для того мы создадим пустой объект я иду в канвас создаю пустой объект и назову его давайте что-то похожее на то что и было давайте тоже grow 2 и давайте на этом элементе точно так же создам скрипт так как он у нас назывался прошлый раз он нас назывался select агал давайте я назову select слайд select слайдер давайте без пробела так отлично новый скрипт select слайдер и добавить так то с чего нам надо так но он мне пока что выявил тот же самое давайте еще два раза здесь щелкну так отлично он у меня открыл мой скрипт select слайдер давайте я сразу же добавлю здесь библиотеку для работы с элементами пользовательского интерфейса у ай вот дальше создам сразу публичную переменную публичную переменную для работы со слайдером создам слайдеры давайте он назову слайдер через так нажму сохранить давайте перейду сюда дожду какое-то время системе требуется какое-то время но увидите у меня слайдер появился и давайте мой слайдер я туда затащу все теперь внутри моего скрипта система уже понимает с каким из слайдеров я буду точно работать так так давайте теперь создадим но давайте также еще создадим публичную переменную типа float которая буду записывать значение которое сейчас у моего слайдера для этого назову валю слайдер и пишу мой метод public этот метод мне должен возвращать строковое значение чтобы я мог дебаги его вывести поэтому я здесь пишу string и здесь давайте придумаю какое-нибудь название пусть это у меня будет слайдер чуз так ну входных параметров у меня никаких нету так почему не ругается не все ветви кода возвращают значение он мне говорит то что у меня пока мой метод на или функция кому как удобней пока не возвращает никакого значения но мы это быстро исправим здесь у нас будет return ну и здесь какое-то значение пока мы не знаем какое давайте я просто сюда ввиду значение то есть вы видите то что мой метод выводит какое-то значение стринга то что будет выдавать этот метод тем кто к нему будет пытаться обратиться и сейчас система уже больше не ругается так теперь дальше теперь нам надо записать вот в это value slider то значение которое сейчас выбрано у нашего слайдера для этого пишу value slider и равняется слайдер так слайдер . и вот здесь вот то есть все что относится к слайдеру мне нужно в или так слайдер слайдер у нас такого там слайдер через и здесь выбираю в или так все у меня сейчас в или слайдер записано значение слайдер в или вот но единственная проблема то что вот это float поэтому когда вы его будете записывать вот сюда возвращаемые значение в или слайдер вам нужно это перевести в текст это делается довольно просто нажимаете точку тут видите он даже нам сам предлагает выбрать эту стринг не забудьте то что это метод так отлично теперь вот это вот этот метод у нас возвращает значение того что у нас находится в в или слайдера теперь осталось написать метод для нашей кнопки он будет естественно публичный ничего возвращать не будет войдет и давайте он заем батон ч и здесь надо в дебаг просто вывести то что возвращает нам функция слайдер чуз слайдер чуз ой так 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 слайдер чуз а это метод забыл скобочки все ошибок у нас никаких нету теперь заходим на нашу кнопку здесь в но объект нам надо выбрать мой наш объект группу и в функциях выбираем select слайдер батон ч так запускаем нашу программу давайте выберем здесь двоечку нажимаем go и мы видим то что в дебаг у нас вывел и значение 2 так а на этом все что я вам хотел рассказать спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки и пока пока